Привет, друзья! Добро пожаловать на English Spot, канал, где мы изучаем разговорный американский английский по фильмам и сериалам. В этом видео вы будете изучать разговорный английский, переводя предложение с русского на английский. С озвучкой мне помогут носители из Америки, специально, чтобы вы могли потренироваться понимать носителей на слух. Мы очень надеемся, что вам понравится это видео. Приятного просмотра! Это видео стало возможным благодаря Кэмбли. Кэмбли – это американская платформа по изучению английского языка с носителями. На Кэмбли появился новый сервис – Кэмбли Кидс, созданный специально для детей от 4 до 15 лет. Кэмбли Кидс помогает подготовить детей к успешному использованию английского в жизни, а не только в классе. С Кэмбли Кидс ваш ребенок будет изучать настоящий английский. Обучение проходит в формате игр и интерактивных заданий, а значит, вашему ребенку не придется скучать. На первое пробное занятие действует скидка 50%. Для этого нужно пройти по ссылке в описании и ввести промокод, который вы видите на экране. Итак, давайте начинать. Первое предложение. Чем старше я становлюсь, тем меньше у меня друзей. Чем – тем. В английском такие предложения, как ни странно, образуются при помощи определенного артикля «the». А после ставится прилагательное в сравнительной степени. Old – older. The older. The older. Глагол «становиться» переводится на английский по-разному. Это и become, и turn, и get. Но когда после идет прилагательное, то выбор, как правило, падает на get. Get older. The older I get. The older I get. И вторая часть. Тем меньше у меня друзей. Меньше. Мало. У слова «мало» тоже может быть два варианта перевода, в зависимости от существительного, который идет после. Если это существительное исчисляемое, такое как наши, друзья, то нужно использовать few. И few в сравнительной степени это fewer. The fewer. The fewer friends I have. Итак, что у нас получается? Чем старше я становлюсь, тем меньше у меня друзей. The older I get, the fewer friends I have. The older I get, the fewer friends I have. Теперь послушайте, как это предложение произнесет носитель. Несмотря на то, что я учу английский уже больше года, я по-прежнему не говорю на нем. Несмотря на то, что со школьных времен я лучше всего запомнила два выражения. Это despite the fact that и in spite of the fact that. Но в реальности американцы предпочитают вариант попроще. Even though. Even though. Я учу английский уже больше года. Итак, какое-то интересное время. Действие началось в прошлом и длится до сих пор. Верно. Это present perfect continuous. Even though. I've been learning English for over a year. Больше года. For over a year. Здесь я бы также добавила now. Носители часто добавляют это слово в подобные предложения. For over a year now. Я по-прежнему не говорю на нем. По-прежнему. Все равно. По-английски звучит как still. I still don't speak it. I still don't speak it. Even though I've been learning English for over a year now. I still don't speak it. Even though I've been learning English for over a year now. I still don't speak it. Even though I've been learning English for over a year now. I still don't speak it. Зря я тогда не поехал с вами. Итак, самый главный вопрос. Как по-английски сказать зря? Если вы смотрели мое видео на эту тему, то вы уже знаете ответ. Но все-таки давайте вкратце разберемся. Выразить сожаление нам поможет конструкция I wish. I wish. А вот далее, в первую очередь, нам нужно определиться со временем действия, о котором мы сожалеем. Это действие происходит сейчас или оно произошло в прошлом. От этого будет зависеть время, которое мы будем использовать после I wish. Итак, зря я тогда не поехал с вами. Здесь речь определенно идет о прошлом. А значит, после I wish нужно использовать had и, либо глагол с окончанием ed, либо в третьей форме. У нас неправильный глагол go. Go went gone. Нам нужна третья форма. I wish I had gone with you. I wish I had gone with you guys then. Then. Тогда. I wish I had gone with you guys then. I wish I had gone with you guys then. У меня даже нет времени поесть, не говоря уже о том, чтобы позаниматься спортом. У меня даже нет времени поесть. Слово даже на английский переводится как even. I don't even have time to eat. Не говоря уже о том, чтобы. Let alone. Let alone. А после вы просто добавляете глагол заниматься спортом или выполнять физические упражнения. По-английски он звучит как work out. Let alone work out. I don't even have time to eat, let alone work out. В отличие от моих родителей, у меня есть возможность получить высшее образование. В отличие от на английский переводится всего лишь одним словом. Unlike. 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 Unlike my parents. В отличие от моих родителей. Иметь возможность. Тут опять же есть два варианта. Have the opportunity и have a chance. Оба варианта широко используются. Различие лишь в том, что have a chance более разговорный. Unlike my parents, I have a chance to. И далее, если кто не знал, получить высшее образование или дословно получить университетскую степень по-английски звучит как To get a university degree. To get a university degree. Unlike my parents, I have a chance to get a university degree. На этом мы с вами сегодня заканчиваем. Большое спасибо за просмотр. Чтобы лучше запомнить полученную информацию, советую отработать ее с носителями на Кэмбли. Ссылка будет в описании. Успехов в изучении английского и до скорых встреч. Пока-пока!